Наша ошибка была в том, что мы изначально думали о коммерциализации проекта. Изначально. Хотя хотели сделать просто скриншот у Zoom. По факту оказалось... Ну, я на самом деле getting real уже очень давно. Юра просто заценил, что там большинство вещей мы делали по getting real. У нас не было никакой лишней документации. Мы начали сразу с того, что Юра сделал на датнете маленькую программу, которая делала скриншот. Мы сделали маленький сайт, который сохранял эти скриншоты, делал ссылку. Я давал ему через API эту ссылку и все. Ну, то есть как бы мы начали с самого костяка. Фидбэки приходили. До сих пор приходят фидбэки. Люди пишут о багах. Мы фиксаем их. Изначально мы сохранили... Это фичах мы не делаем их. Да, серьезно. Там есть еще целая глава относительно того, что стоит игнорировать фичи, которые присылают за клиенты. Юзера. Я хочу, чтобы здесь было вот так. А если одинаково присылали? Вот если надоедает, если она входит в твой план Vision и не портит картину того, что у тебя вместо скриншотов получается фотошоп с функцией заскринить экран, тогда да. Это как раз вот по Gating Real. То есть, ну, конечно, можно удовлетворять все желания клиента. Хорошо, давай я тебе добавлю эту кнопку и это я сделаю, и это я сделаю. Потом получится монстр, которого и самому тяжело поддерживать, и бросить уже тяжело, потому что... Это стоит. Типа такой монстр? Да. Ну, типа да. Типа. То есть... Платно. Есть? Да? Да. Бесплатно. Коммерциализация будет, не знаю, когда, может, до конца лета. Мы пока что делаем другие, более интересные фичи в ней. Ну, а вы можете положить кроссплатформенную? Ну, это будет премиум аккаунт, то есть фрешный аккаунт все равно останется. А, да, еще мы делаем, ну, еще, возможно, будет еще одна презентация, если кому-то интересно вообще. Мы сейчас делаем на Qt, это фреймворк на C++, кроссплатформенный. Так что у нас уже есть Mac-версия, Windows-версия и готовится Linux-версия. Ну, изначально была она на .NET, но потом появилась потребность к кроссплатформенности. Ну, большинство фидбаков, которые замахивают... Фреймворк для чего? Фреймворк для C++. С C++ фреймворк. Китик. В .NET это тоже фреймворк. Фреймворк, это, в смысле, ну, не заточен, что-то программировать просто. Да, ну, у тебя там набор классов, которые ты кроссплатформенно используешь и на Linux-е, и на Mac-е, и на Linux-е. Просто есть 3D, я нарастал. 3D, 3D, 3 компилятора. Сколько посвящений у вас? Сейчас в среднем 100 счет. 120 где-то. В день? Да. Ну, то есть... А сколько подписчиков? Подписчиков? Надо посмотреть. Броссереновало 800. Больше 20 тысяч. Нет. 120 человек. Вот вывод популярный проект. А можно чем? Ну, на самом деле, мы не занимались его пиаром вообще никак пока что. Мы в большинстве его разрабатывали для себя. Единственное, что мы закинули на Хабр, и по фидбэкам с Хабра, и по тем людям, которые зашли, был Хабра эффект. Если кому-то интересно могу рассказать. Да мы выдержали. Да, мы выдержали. Точнее, был Хабра. Сергей, у нас virtual hosting на GoDaddy, который стоит 60 баксов в год. Нам его хватает с головой, и когда мы запустим коммерциализацию, тогда, возможно, мы задумываемся о том, чтобы вкладывать свои деньги в рекламу. А пока что, ну, мы рекламируем только так между своими, ну, и как бы, мы изменили до 60 баксов. Вот, GoDaddy. GoDaddy. А почему-то дешево. Потому что это... Шар, как там, шар, вертал, вот все. Ну, это не дедакет сервер. Ну, по-другому. Не, ну, у нас там 10 гигабайт, по-моему, просто. Да видишь, общаются... Есть вопрос как. Давай, все равно дешево. Вот смотри, ты сейчас пришел в качестве TeamRead'а в новый проект, который тоже является стартапом. Да. И, я так понял, там было все совсем не по 37 сигналов. Расскажи, как там было и что ты сделал, чтобы привести к этому что-то как нужно. Было следующим образом. Я очень надеюсь, что ни у кого такого не бывает. TeamRead обещал все сделать за полчаса. Всегда? Всегда. На 100 долларов. Да. Любая фича за полчаса. Да. Ну, то есть, как бы... Universal Fitch. И проблема была в том, что как бы не было никакого менеджмента вообще. Это был не Waterfall, это было фиг знает что. Тоже ребята работают на Basecamp'е. Чуваки, которые были при власти, как бы плодили функционал, который постоянно рос. А чувак им ставил какие-то, ну, от фонаря дедлайны. В результате это все промахивалось. На сайте не работала куча кнопок вообще. Ну, то есть, как бы оно... Это был rapid полный. Притом, ну, какой-то такой жестокий. Сейчас мы ввели Scrum. Очень эффективно. По чуть-чуть вводим. Я, наконец-то, выбил двухнедельные спринты. Сделали нормальный тест environment. Сейчас еще выбьем тестера. Ну, то есть, как бы процесс... На самом деле, как бы, относительно Scrum и вообще людей, которые какую-нибудь новую методологию почерпнули, да? Это всегда exciting. Такой типа, блин, вот сейчас прийду, короче, сделаю революцию, будет вот офигенским. Нифига, не делается так это все. Нужно делать очень плавно и очень по чуть-чуть. Вот, когда вот с фонаря это все делать, ну, не получится. Ну, и говорю, давайте мы все равно придем к Getting Real, и я учу людей, которые нам пишут ТЗ, что этот функционал нам не нужен. И до релиза можно его вырубать. И они это понимают, потому что мы говорим, ну, зачем? Мы не успеем, лучше быстрее, но зато будет работать то, что уже есть. Потому что ты говорила, you have not have test. Да, и мы начали с того, что мы начали делать рефакторинг, мы выбирали там очень много функционалов, серьезно. Даже не просто кнопок, которые не работали, а тупо много функционалов. Там было какое-то радио непонятное на этом проекте, еще что-то. А что за проект? Агрегатор социальных сетей. Агрегатор, ну что он делает с нами? Он их агрегирует. Ну, это буквально Google Reader для твоих френдленд в разных социальных сетях. Единый интерфейс. То есть в одном месте? Да. По-моему, что и сообщения писать, и что-то прикольно. Да, ну как бы проект пока что он не в бете. Он работает, коряво работает, но как бы проблемы есть, но что поделаешь? А с чем работает? Что? С какими сетями работает? Facebook, LiveJournal, Twitter, Flickr, YouTube, фотобукит уже. ВКонтакте. ВКонтакте. ВКонтакте будет, ты знаешь, а то инвестор толкает, он даже толкал социальную сеть QQ, китайскую, на что мы очень долго отговариваем. Да, это самая крупная в Китае. Да, единственная. Скорее всего, после этого, Игорь, как мне про QQ порассказывал, о его экспириенсе, я понял, что, наверное, это такой себе государственный. Да, нет, это не такой себе, это в ловальном смысле государственный. То есть, ТСБ завела базу, да. Ну, их. В любом случае, я очень много работал с API, ребята. И я честно вам говорю, если вы когда-нибудь в жизни, вас очень прошу, будете писать API. Я это просто всем говорю продавистам, которых вижу на улице, серьезно. Будете писать API. Не пишите много функций, которые не работают. Напишите нормальные, я вас прошу. Самая говняная API в LiveJournal. Ужасная просто, нереальная, я не знаю. Я не горжусь людьми, которые это написали. А, еще есть Babble. Это клон Фейсбука. Да, вот именно. Что это? Не, ну это очень старый клон Фейсбука, он до сих пор еще живет. Как-то очень, ну, он там появился год после Фейсбука или два. Ну, типа такой, старожил, еще не умер. Я ей писал, вот, предписал конкретно сообщение, что я готов у них работать на халяву, лишь бы дописать их API. Потому что нам вот вперлись в директор, вперся в уроком, блин, нужен Babble. Зачем, непонятно. Еще в ВКонтакте ездили. Что они сказали? Они согласились. Не, мы все-таки нашли воркараунд. Воркараунд. Мы нашли воркараунд, он не вытягивает никаких блогов, он вытягивает только блогов. фотки, только есть функция на фотке. То есть, ну, социальная сеть, которой ничего, кроме фоток, нельзя достать. И он не вытягивает контактов людей. Ну, короче. Twitter the best, серьезно. А где ты будешь зарабатывать? Лучше делать столько функционала, как в Twitter, чем столько, как в Facebook. Как где ты будешь зарабатывать на этом проекте? На агрегаторе? На агрегаторе. Реклама, статистика, ну, трафики. Гипты, всякие, типа, как в ВКонтакте сейчас. А это... Ну, типа того. Там будут платные фичи, всякие. Это, на самом деле, сейчас еще разрабатывается. Нету целостной картины. Это я тебе серьезно. Продолжение следует...